В ней нет отрицательных или положительных персонажей. Не жалко каждого из этих людей. Так драматурка Александра Стрижевская отзывалась о своей пьесе «Никто не слышал». Эскиз этого произведения представили на фестивале современной драматургии и театра «Ливановка». Жанр пьесы – новая драма, когда речь идет о современных проблемах людей, а дистанция между зрителем и актером минимальна. Так и в эскизе, который рассказывает о судьбе четырех человек, которые слышат и не слышат одновременно друг друга. И противоречивой истории главного героя – Алексея. Я размышлял в этой работе о том, что люди, как каждый человек – это вселенная. И когда две вселенные сталкиваются, вопрос первый – а могут ли две вселенные сойтись в одну? И если могут, то насколько это катастрофично. Пьеса – спутанный клубок этических проблем и человеческого непонимания. Главный герой – инфантилен, склонен отвлеченно философствовать. Любит походы и искусство. Знакомится со студенткой театрального института Яной. Юный, умный, доверчивый. Для нее это дружба, для него – страсть. В итоге это чувство калечит его и предмет его любви. С одной стороны, этот персонаж в пьесе никто не слышал Стрижевской. Он сам насильник, получается, но при этом и он же и жертва в то же самое время. Это про отношения, про одиночество и, конечно же, про любовь. И про то, что все-таки мужчина и женщина воспринимают все по-разному. И если ты хочешь понять, то стоит прямо спрашивать, чтобы ситуация трактовалась однозначно. Помимо этой постановки, на Ливановке показали еще несколько эскизов и спектаклей. Провели читки пьес. В фестивале участвовали как самарские, так и тольяттинские театры. Организаторы говорят, в этот раз программа оказалась очень насыщенной. Здесь очень большая театральная составляющая, тогда как в прежние годы упор делался все-таки в основном на драматургию. То есть фестиваль называется «Драматургией театра», но акцент делался на драматургию, здесь акцент на театр. У многих эскизов, показанных на Ливановке, есть шанс стать полноценными спектаклями. Для Самары, не сильно избалованные актуальным театром, это будет большим подарком. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. В этом плане решение...